МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Анатолий Юденич. Россоб медали от оренбургских боксеров. В Перми, на взрослом чемпионате Приволжского федерального округа, сборная нашей области показала силу, завоевав 8 наград. Представительный турнир памяти первого советского чемпиона мира Соломина собрал более 200 спортсменов из 14 регионов. Наших поехало 16 человек, ровно половина в призах. С бронзы вернулись 1 мая спортнов, арчаник Ишиев и Сафаров. Дошли до финала, в которых уступили Агапов, Шутов и Мухамедзянов. У них серебро. Причем Мухамедзянов в главном поединке проиграл коллеги по сборной Муцелханову, который, соответственно, стал победителем. И еще один оренбуржец взошел на верхнюю ступень пьедестала. В весовой категории 75 килограмм не оказалось равных Дмитрию Дводненко. Помимо золота, он был достоин приза за лучшее технико-тактическое мастерство. Минувшая среда стала успешной для наших клубов элитных эшелонов. В волейбольной суперлиге «Нефтяник» в Новокуйбышевске встречался с географическим и турнирным соседом «Новой». Противостояние команд из нижней части таблицы не менее жаркие, чем встречи лидеров. Тем более, волжане всегда способны на сюрприз. Оба раза обыграли наших обидчиков сургутян. Да и результат матча первого круга в Оренбурге, который «Нефтяник» выиграл 3-0, выглядит уверенным только внешне. А если подробнее, то 27-25, 26-24 и 25-21. Ответная игра ожидалась и получилась сверхнапряженной. В первых двух сетах затяжная борьба очко в очко с постоянной сменой лидеров 25-22 и 21-25. Третью партию бодрее начали гости 6-1 и в дальнейшем не допускали хозяйской погони. Следующий отрезок вернул тяжелую борьбу. В концовке при счете 23-23 нюансы сложились в пользу Волжан. А вот на тайбрейке оренбуржцы сразу стали наказывать соперников за ошибки. Оторвались в счете и додержали перевес до конца. 15-10 и 3-2 в матче. Благодаря чему «Нефтяник» по количеству побед сравнялся с «Газпромом Югрой» и по-прежнему рассчитывает на последнее место в плей-офф. Хотя шансы только теоретические. Сургутяне сыграют с безнадежным аутсайдером-строителем, а у нас оставшиеся два соперника – чемпион и вице-чемпион страны. Положительных эмоций спортивным болельщикам добавили и баскетболистки «Надежды». В матче «Премьер-лиги» они тоже обыграли волжскую команду – «Самару». Досрочно определилось, что в первом круге плей-офф эти соперники сыграют между собой. Другое дело, «Самарки» отставали всего на одно очко и в случае победы обходили наших в таблице. Соответственно, получали преимущество своей площадки в четвертьфинальной серии. Да и вряд ли «Надежда» забыла болезненное февральское поражение. Наконец-то из лазарета вышла хоть одна из центровых – «Юник Томпсон». Сразу стало полегче. Американка занялась своей работой и обеспечила преимущество под счетами. Стартовый четверть закончилась в пользу гостей – 19-13, которые во втором периоде напрочь перестали попадать в кольцо. Как следствие, хозяйки выиграли отрезок со счетом 21-7. Вы, видимо, там что-то с кольцом сделали, надо будет. Заколдовали. 100%. Или заглушка стоит, или что-то. Нет, ну так бывает. Это как цепная реакция. Один игрок промахивается два, у другого игрока уже есть неуверенность. К последнему перерыву «Надежда» довела перевес до 14 очков. Но вся интрига была впереди. «Самара» устремилась в погоню. За две минуты до финальной сирены гости сократили разрыв всего до одного очка. И в этот момент очень своевременно попала из-за дуги Дарья Намок. Волжанки были вынуждены перейти на тактику фола, за что Яна Поневина с завидным хладнокровием поражала кольцо с линии штрафных. Я уверена в своем броске, и я рада, что девчонки мне в этом помогли. Они меня постоянно поддерживали. Говорили, что давай, Янка, концовка, как обычно, должна быть за тобой. В итоге хозяйки довели дело до благоприятного исхода. 69-61. Как всегда, без устали трудилась капитан Наталья Жедик. 16 очков, 8 подборов, 3 передачи, 2 перехвата. Томпсон свое возвращение ознаменовала 16 баллами и 18 подборами. «Надежда» гарантировала себя четвертое место таблицы. Игра принципиальная. Я постарался, наверное, так, из игроков выжить максимум. Хотя, еще раз говорю, ротация очень маленькая у нас. То, что свет, возможно, скоро восстановится. И будем надеяться, Настя восстановится. Поэтому там будет немножко полегче игрокам периметра. Регулярный розыгрыш премьеры. «Надежда» завершит в воскресенье в Подмосковье. Ничего не решающей встречей со Спартой. В субботу в Оренбурге большой футбол. Первый в этом году домашний матч премьер-лиги. Вывеска шикарная. Оренбург-Спартак. Наша команда в прекрасном настроении после фурора в Сочи. И еще позитивным моментом является то, что главный творец успехов Марцел Ильичко продлил контракт с клубом. С другой стороны, соперник очень силен. Противостояние ярких атакующих команд вызывает повышенный интерес. Посмотрим, что получится. Все на футбол и будьте здоровы!